МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вехи истории. Сегодня гость в студии начальник службы информационно-управляющих систем администрации предприятия Гарольд Новиков. Здравствуйте, Гарольд Эдуардович. Добрый день. Вот, как говорит биографическая справка, вы уже более 35 лет в автоматизированных системах, погружены в них. Почему именно эту профессию выбрали? Это весьма забавная история, которая произошла еще, когда я учился в школе, учился в Якутии, в городе Якутске. Последние 6 лет в средней школе, именно там прошли у меня годы школьные. И как-то в девятом классе пришел в гости к нам брат нашего физрука, который жил на нашей площадке. Заходит, увидел, что у меня там в комнате очень много всяческих технических журналов, научно-технических, фантастической литературы, предметов, которые я сам сделал, электротехнических предметов, потому что когда-то мне родители подарили в 6-м, по-моему, классе, конструктор, назывался электротехника в 200-х опытах. Как сейчас помню, он стоил 20 рублей, непомерные по тем временам деньги. Но тем не менее мне подарили, зная увлечения мои технические родители, и я очень увлекся техникой, причем в разных направлениях. Это была и авиация, и электроника, и радиотехника, и автомобили. В автомобиле по сей день у меня еще больное место. Вот, ну и он когда посмотрел на это все, говорит, слушай, я знаю, кем тебе надо быть. Я говорю, кем? Он говорит, я только что был в Хьюстоне. Ну, по тем временам быть в Хьюстоне, это что-то... Это все равно, что на Марсе побывать, да? Это из фантастики, да? И там я был приглашен в вычислительный центр космических исследований. И побывав на этом центре, я был просто настолько поражен обстановкой, которая там была. То есть вот эти вот умные ребята в очках, как ты, а я здесь качкарик был всю жизнь, ходят среди вот этих огромных шкафов, на которых моргают лампочки красивые, разноцветные. С умным видом подходят, чего-то распечатывают, потом с умным видом это все смотрят. Подходят к машине, опять, и этот процесс, это просто, говорит, какое-то завораживающее зрелище. В белых, исключительно белых халатах, прям белоснежных. И вот мне навеяла мысль, что кибернетика это то самое место, где тебе надо... Где вот это будущее, вернее. Увидев вашу еще, наверное, мастерскую, да? Ну, да. Я вот сейчас понял, что кибернетика, это, говорит, будущее, за ней будущее. Это перспектива, поэтому я был настолько поражен и восхищен всем этим. Я уже даже сам уже пытаюсь в эту область проникнуть. Вот, а тебе сейчас, у тебя выпускной класс впереди, ты хорошенько подумай над теми словами. Ну, как вот судьба показала, что слова этого человека были пророческими. Меня это сильно увлекло. Я интенсивно стал готовиться к этому процессу. Ну, и когда закончил школу, родители у меня поехали на север, меня привезли в Тюмень. Я пошел в Тюменский индустриальный институт, тогда он назывался. Да, был такой. Именно институт. Сейчас нефтегазовый называется. Да, сейчас он немножко иное название имеет. Там я увидел, что есть факультет технической кибернетики. Вот. И там есть среди этого одна из специальностей автоматизированная система управления. Когда я посмотрел, сколько там подано заявлений и сколько мест, меня немножко это ужаснуло, потому что я же все-таки из провинции, из Якутии. Три места, почти три места на человека. Но, тем не менее, я не сдался. Я сдал документ именно на это. А чтобы не забыть свои, там, не проветрились, чтобы мозг не выветрился за время отдыха, до экзамена, я пошел на подготовительные курсы. И вот, по прошествии времени, мне удалось поступить сразу же. Я очень хорошо сдал экзамены. И вот я так занырнул в эту кибернетику. Вот такие вот. Получается, что когда-то подаренный конструктор родителями, который стоил баснословных по тем временам денег, вы отработали сполна? Ну, видимо, да. Ну, вот говорят же, да, что в электронику идут люди, которые там что-то разбирают, собирают. Тогда, наверное, ведь не было еще компьютеров, да, как таково? Нет, вообще. Ну, они были, но не у нас. Они были в Америке. Вот вы говорили, что-то делал сам. Что делали? Что мастерили? Или это даже, наверное, нельзя сказать мастерили, потому что это уже совершенно другой уровень электроники. Это были, конечно, изначально, это просто были опыты. Опыт, который приобретен был вот ручками, да, посредством книжек. Потом же я же читал всякие там технические журналы, там, схемки. Я собирал эти схемки. Что-то там заморгало там. О, получилось. Получилось. А в этом конструкторе даже была возможность телеграф сделать, который я потом сделал. Телеграф с натуральным ключом, с букой Морзе. Потом, впоследствии, приходилось масса вещей таких вот электротехнических делать. Я мог залезть в любой радиоприемник, магнитофон, без страха, что я там... Мне все время было интересно, как это работает. И все время хотелось улучшить. Потом я даже собрал собственный усилитель низкой частоты, потому что я увлекся хорошим звуком. Чтобы хороший звук получить, надо очень много компетенции иметь по данному поводу. И, как говорится, совершенству нет предела. Там можно совершенствовать бесконечно. И все имеет там значение. Смотря на какой уровень. Ну, скажите, годы студенчества, годы учебы в институте, они, наверное, тоже на таком вот факультете... Это не просто сидение за книжками. Наверное, была какая-то и практика интересная. Конечно. У нас институт оснащен был по тем временам очень здорово. У нас на кафедре АСУ, на которой я учился, была уже по тем временам очень такая современная вычислительная машина большая. Она называлась EVM ES 1020. Это, собственно говоря, серия IBM 360, которая у нас тогда продвигалась в стране довольно-таки успешно. И она концептуальна была. Она, в общем-то говоря, такая правильная машина. И институт обладал уже такой машиной. Помимо того, что были там, конечно, устаревшие модели, которые на тот момент уже все-таки уходили в прошлое. Я записался в лабораторию, где можно было, как говорится, свои навыки применить, расширить. И, конечно, это был очень увлекательный процесс творческий. Мне это очень нравилось узнать как можно больше. Потому что для многих EVM это вообще китайская грамота была. Никто ничего не понимал, что это такое. Да и сейчас. Что там за лампочки моргает и зачем. Никто совершенно просто не представлял, что это такое. И я даже когда-то иногда шутил. Я говорю, как-то задал машине электронно-учасительной задачку там небольшую, маленькую. Ну, чисто математическую. Она мне в ответ пишет, не могу. Я приходил и прикалывался всем, рассказывал. Говорю, я вот ей там написал. А она мне говорит, не могу. Говорит, да ты что, не может быть. Я говорю, вот может быть. Вот такие вот вещи забавные. Горольд Эдуардович, а как вообще ваше знание потом после института? Вот вы закончили этот институт, да, закончили, получили, так скажем, специальность, о которой долго мечтали. Трудоустройство сбылось? Где начинали работать? Ну, после окончания института, ну, тогда были такие правила в Советском Союзе, что необходимо было по распределению отработать три года туда, куда тебе направится страна. Страна меня направила в Тобольск. Я получил распределение в Тобольск. Там ударная комсомольская стройка была под названием Тобольский нефтехимкомплекс ТНХК. Сейчас это уже значимое такое предприятие. Тогда это только развивающееся предприятие было. Оно стало впоследствии градообразующим предприятием и такого же значения, как у нас «Надым-Газпром» для города Надыма. А там в городе Тобольске. Это было гигантское предприятие, которое имело, ну, фактически целую группу заводов, превращенные в комплексы такое. Они там бутадиен, пластмассы выпускали, впоследствии стали выпускать. В тот момент еще это было строящееся, развивающее предприятие. И там был отдел АСУ, довольно большой, 56 человек там было. У них в тот момент уже была довольно современная электронно-вычислительная машина по тем временам, куда меня сразу, собственно, и направили на этот участок работы. Меня окружали прекрасные специалисты, профессионалы, которые меня сразу взяли в оборот. И более того, я скажу, впоследствии это сыграло своеобразным таким плюсом, очень жирным впоследствии в моей судьбе здесь, в Надым-Газпроме. Потому что точно такая же машина была здесь, уже в Надым-Газпроме, когда я приехал устраиваться сюда. А когда это случилось? В каком году? Это было в 82-м году. Два года я отработал на предприятии ТНХК. Затем, ну, это пришлось ряд действий предпринять для того, чтобы открепиться, потому что меня не хотели отпускать. Начальство. Потом все-таки это удалось. И я 4 ноября 1982 года, меня взяли в Дадым-Газпром. Отдел АСУ. Он тогда назывался у нас отдел АСУ. Тогда это было тоже мощное структурное подразделение, 86 человек было. Попал я в комплекс технических средств, бюро обслуживания комплекса технических средств. В это время же еще Стрижов работал, Ислав Федорович. Да, в это время работал Стрижов. Помнили, знали? Я очень хорошо помню этого человека, великолепно помню, потому что неоднократно видел его и слышал. И на вечерах, и на различных мероприятиях знаковых, которые сопутствуют предприятию. 4 года мне посчастливилось работать с этим легендарным человеком. Рука об руку, можно сказать. Ну, а и отец у меня как раз в это время работал. Да, в это время работал здесь ваш отец. Он начальником ГП-5 он был. Да, он начальником 5-й установки французской был. Затем, потом, значит, был назначен начальником производственно-технического отдела. Вот. И так вот дальше судьба и развивалась. Город Ледуардович, вот если мы говорим о вашем отце, да, то имя его очень часто упоминается у нас в летописи. Очень часто упоминается в книгах, которые написаны об истории Надым-Газпрома. Это и Надым-Газпром город, Надым-город газовиков и строителей. И есть книга, такая документальная повесть, вернее, документальная такая летопись тех событий. Книга Гольда «Медвежьи имена и судьбы», где имя вашего отца несколько раз упоминается в тех наградах, которые вот он заслужил. Это были ведомственные такие весомые награды. Скажите, вот отец был для вас премьером в работе, в жизни? Безусловно. Отец был всегда для меня премьером, причем не только для меня. Я знаю, что многие люди очень тепло отзывались о моем отце, даже когда он был еще жив. Ну а потом я вообще никогда не слышал, чтобы о нем кто-то кто-то плохо говорил. Он задал такую невероятную планку, что даже сейчас... Лично для вас или для коллектива, который возглавлял? Для всех, кто его окружал, с кем он работал, кто у него был в подчинении, кто его был коллегой. Он был неиссякаем в работе. Это, конечно, трудно это повторить, надо сказать, что это надо было просто видеть, как он отдавал себя работе. Для него работа это было все. Больше другого он ничего не мог в своей жизни представить, что кроме работы что-то может быть еще. Ну вот вы в каком-то смысле продолжаете дело отца. Он был, наверное, у него все-таки была нефтегазовая направленность, да? Нет, он чистый газовик был. Он всю жизнь занимался добычей газа в Якутии, когда мы жили, он в якутском управлении по добыче и транспорту газа, так оно называлось тогда. Вообще, где мы были, куда только судьба не кидала, он везде только занимался добычей газа. Это был исключительный производственник чистейшей воды. И его компетенции были заключены, направлены были в вектор, направлены именно в сторону добычи. Он был производственник до мозга костей, им остался до самых своих последних дней. Ну и в то же время был руководителем, да? Потому что был начальником промышленности. Конечно, он был руководителем, причем с инициативой, с определенным, с набором навыков, знаний, которые он еще с техникума привез с собой, привнес. И проработал он со Стрижовым 11 лет, между прочим, тоже это Стрижов его очень ценил, как производственника, как человека компетентного, как профессионала, принято говорить. Вот. И он для него своеобразным примером был, потому что он просто его боготворил. Стрижов, это для него был бог. И Стрижов тоже, собственно говоря, отвечал той же монетой, он уважал как производственник. По инициативе отца потом производственный и технический отдел разделили на два отдела. Стал производственный отдел и технический отдел. Производственным отделом руководил отец Эдуард Федорович, техническим отделом Фридман. Это середина 80-х годов, да, получается? Это, да, это как раз вот начало, ну да, середина 80-х годов, это как раз вот 82-й-86-й год, вот за это время. Горольд Городович, вы в какой-то смысле сейчас продолжаете дело отца, ну вот сейчас тоже руководитель огромного подразделения, да, служба информационно-управляющих систем. Сколько находится человек в вашем подчинении? До недавнего времени в службе было 105 человек, но у нас произошла некоторая реструктуризация, ну в связи с политикой Газпрома, стратегией информатизации Газпрома, которая сейчас интенсивно, в общем-то, реализовывается в виде всяких мегапроектов. 27 человек у нас ушли в Газпроминформ, филиал Газпроминформа, который у нас же здесь в здании присутствует, вот, сейчас в службе осталось 78 человек. Но задачи, наверное, решаются почти те же, каков круг их? Задача практически не уменьшилась, а даже увеличилась, потому что задачи службы никто не отменял. Это, ну, если вкратце сказать, сопровождение всех действующих промышленно эксплуатируемых систем информационных, информационно-управляющих, плюс несколько центров обработки данных, довольно сложные сооружения, конструктивно объединенные посредством локальных учительных систем и аппаратуры передачи данных, вот, на которых, собственно говоря, происходит работа всех наших систем эксплуатируемых, и, тем самым, люди получают необходимые сервисы сетевые, ну, а руководство получает прекрасный инструмент для реализации управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. У нас сейчас очень мощный финансово-экономический блок, который, экономика сейчас становится, в общем-то, очень актуальным сегментом в управлении, а если мы, когда мы начинали разговор, мы говорили о кибернетике, вот это вот и есть, собственно говоря, кибернетика дает возможность вот использовать этот данный инструментарий для того, чтобы оптимально управлять, потому что производственная деятельность — это и финансы, и бюджеты, и стратегическое планирование, о которых всегда надо думать и заглядывать за горизонты, которые еще далеко не наступили, но эти горизонты надо знать и уметь заглядывать за них. Гороль Дударович, а если говорить о ваших подчиненных, вот каков их профессиональный состав, и вообще вот чисто в каком-то человеческом плане, эмоциональном, они большие молодцы, как вы оцениваете их? Ну, я считаю, раз служба справляется со своими задачами, я думаю, что, конечно же, они молодцы. Вот, но что касается каких-то особых знаний или качеств, вы, наверное, имели в виду. Да, вот какими качествами нужно обладать, чтобы у вас работать? Все должны быть очкариками, извините, возвращаясь к началу. Нет, конечно же, нет. Это, к сожалению, такое наследие получилось. Ну, то есть это люди внимательные, умеющие. Чтобы в этих технологиях необходимо что? Необходимо это, во-первых, логическое мышление. Ну, это даже не во-первых. Вообще, я говорю, наличие множества компетенций, которые, то есть базовые знания, плюс постоянно обновляющая база знаний, которая в мозгу есть, она должна постоянно обновляться. Потому что информационные технологии, как сегодня принято говорить, это такое направление, которое, ну, чрезвычайно быстро эволюционирует, порой даже революционирует. Нужно уметь, да? Нужно постоянно омалогировать все знания, которые внутри имеются, постоянно их обновлять, добавлять, потому что знаний не бывает много. Их всегда не хватает. Для этого существуют разные способы. Вот. У нас, слава богу, в этом отношении политика нормального общества построена, то есть по поводу повышения квалификации. Необходимо постоянно повышать свою квалификацию. И вот человек должен ориентирован на это быть. То есть знания, желание получать эти знания, если ты хочешь дальше продвигаться, потому что здесь останавливаться нельзя. Это как белка в колесе. Если ты туда впрыгнул, в это колесо, ты должен бежать, бежать и бежать. Не останавливаясь. Останавливаться нельзя ни на секунду. А что же тогда делать нам, обыкновенным пользователям ИВМ? Сейчас вот бабушек, старушек обучают уже и так далее. Что вы нам пожелаете? Хороший вопрос. Чем запастись? Здесь надо терпением запастись, потому что это довольно-таки сложные, конечно, вещи. Не всегда они доступны любому человеку. Но если проявить терпение и труд, как говорится, все перетрут. Вот здесь просто надо набраться терпения. Если хочешь постигать, ну, как говорится, постигайте, достигайте, и недостижимое станет достижимым. Там еще один умный человек сказал, выбирайте трудный путь, там вы не встретите конкурентов. Ну и самое главное, берегите себя. Не сидите подолгу за компьютером, по часу, там, после каждого часа, ну, минут 10, перерывы, там, хотя бы сделать, чтобы глазки отдохнули. Вот. Не надо себя истязать этим компьютером, потому что, можно сказать, как некоторые сидят в интернете, там, часами. Вот. Просто берегите себя. Спасибо, Горольт Эдуардович, за участие в нашей передаче, за интересные воспоминания, за интересный рассказ. Я хочу вам свою благодарность выразить вот таким комплектом дисков нашей службы, о нашем предприятии. И, может быть, что-то для нашего архива, для нашего фонда музейного вы посмотрите и передадите. Ну, в частности, фотографии отца. Мы будем очень признательны вам. Хорошо. И вам спасибо большое за интересные вопросы, за интересную беседу. Всего наилучшего, успехов вам в работе. Я прощаюсь и с вами, уважаемые телезрители. И напоминаю, что с вами была программа «Вехи истории». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова